В Витебский зоопарк очень часто попадают животные из рук посетителей. Сотрудники пытаются вернуть их в естественные условия, но это не всегда возможно, и поэтому многие животные остаются здесь. История многих питомцев зоопарка заслуживает отдельного внимания, но сегодня нас привел сюда особый случай. Эту птицу принес житель города Витебска, который был на рыбалке в Езерище. Вечером в сумерках эта птица ударилась об него, а потому как эта птица имеет особенности строения и конечности, она не может подняться в воздух с земли. Поэтому он подумал, что птица ранена, и решил помочь забрать птицу, перенести в зоопарк. Это яркий пример того животного, которого очень трудно содержать вообще в зоопарке, и очень трудно создать ему надлежащие условия. Как правило, эти птицы зимуют на незамерзающих водоемах, то есть нам надо будет найти незамерзающий водоем, а и выпустить туда эту птицу. В это время года сложно найти свободный ото льда водоем. Идеальный вариант – Лукомольское озеро в 200 километрах от Витебска, на котором располагается одна из крупнейших гидроэлектростанций страны. Расстояние относительно еще нормальное, птица, в принципе, без повреждений, поэтому я думаю, что зиму должна здесь перенести. Виталий Кощеев проводит наблюдения за птицами на этом водоеме с 1994 года и ежегодно ведет учет зимующих видов. Гагара встречалась ему только на осенних миграциях. Чернозобая гагара – очень редкий краснокнижный вид, охраняемый не только в Белоруссии, но, в принципе, и в Европе в целом. Достаточно уникальное явление, что она оказалась в Витебске. Каким образом она очутилась там и почему именно в такое время? Эта птица поздно очень мигрирует и держится на водоемах до последнего времени. Тем более, зимовка ее принадлежит к Балтийскому морю, северным морям, то есть, ну, незамерзающим северным широтам. Учитывая то, что это очень активная птица в нырянии, лапы у нее далеко отнесены от основного корпуса тела, и она неуклюже передвигается по земле и не может, в принципе, с поверхности земли взлететь. Хотя летает она достаточно хорошо. Вот, и поэтому ей необходим некоторый разгон по глади воды, которого не оказывается, когда водоемы замерзают. И поэтому мы сейчас находимся прямо на одном из крупнейших водоемей республики Витебской области и, скажем, самой крупной зимовки водоплавающих птиц на Витебщине до озера Лукоманское, где концентрируются тысячи птиц в зимний период. В настоящее время мы уже видим, что здесь собралось практически около 200 лебедей, несколько сотен кряков есть и других водоплавающих, в том числе и краснокнижных. И поэтому этот водоем очень подходящий, в том числе и по рыбным запасам, для вот этого вида, чтобы она успешно перезимовала. Очень интересная достаточно птичка славится, помимо того, что она может нырять и задерживать дыхание больше минуты. Второе, что она может под водой проплывать отдельные случаи, бывали до 400 метров. Проведенное кольцевание, возможно, нам поможет установить, куда она улетит к месту гнездования, либо будет пребывать в дальнейшем. В Белоруссии насчитывается всего 15 пар этих птиц. Гагара селится вдали от человека на глухих озерах среди верховых болот. А Лукомольское озеро – лишь подходящий вариант для зимовки. На основании некоторых наблюдений наших уже получаса мы стоим, где-то и смотрим, как она себя ведет. Активно ныряет, купается, омывает перья и высматривает. Я думаю, что она уже даже начала охотиться. Поэтому наша поездка, то, что мы сделали, выпустили птицу именно здесь, не пройдет зря. Я думаю, что она освоится здесь и зиму проведет, скажем, без всяких стрессов, которые она уже и так пережила сполна. Поэтому нам остается пожелать птице найти здесь укромное место, чтобы переждать суровое время и весной отправиться к местам гнездования.